Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию Ярослав Гашек Великий реалист, сатирик и мистификатор 30 апреля исполнится 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека чешского писателя-сатирика, драматурга, филейтониста, журналиста Ярослав Гашек автор примерно полутора тысяч различных рассказов, филейтонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождение мравого солдата-швейка». В преддверии знаменательной даты предлагаем вспомнить биографию чешского писателя. Она ничуть не меньше наполнена казусами и парадоксами, чем похождение его знаменитого персонажа. Вокруг фактов биографии писателя за годы накопилось изрядное количество легенд, слухов и анекдотов. Честь появилась еще при жизни Ярослава Гашека, и он сам активно распространял всяческие небылицы о себе. Часть появилась в первых мемуарах и биографиях, когда авторы пытались приблизить читателям образ писателя с помощью выданных историй и анекдотов. Но сохранилось и весьма большое количество документальной информации, как, например, полицейские протоколы и мемуар. Незаменимым источником, как фактов, так и мифов о жизни Гашека является его же творчество. Ярослав Гашек родился 30 апреля 1883 года в Праге. С раннего детства его отличали путливый ум и непоследливый характер. Желание находиться в гуще событий сначала проявилось в мальчишерских проказах, а с годами обернулось участием в политических протестах и затяжными странствиями. С 13 лет после смерти отца Гашек вынужден зарабатывать на жизнь, трудясь учеником-аптекаря. В 1902 году он закончил торговую академию и устроился на прибыльную должность в банк. Бумажная возня и участь конторского служащего Гашека не прельщали. Оставив на рабочем столе прощальную записку, он отправился в скитание по Австро-Венгрии и соседним странам. Первое известное произведение Гашека, рассказ «Ефрейтор Которба», появилось на свет в 1900 году, еще во времена учебы в торговой академии. Одно время он даже посещал литературный кружок «Сирингс». После публикации в 1903 году сборника стихов «Майские выкрики», написанного совместно с Лагиславом Гаеком, и получения денег за свои заметки, которые он писал в ходе своих путешествий, Гашек решает стать писателем. Он подходит к этому делу с чрезвычайной практичностью, фактически сделав из творчества ремесло. Полученные в странствиях впечатления дают мощный импульс для литературного творчества. Живые судьбы и причудливые характеры стали основой для первых произведений, отмеченных намерением точно запечатлять реальность и в то же время сюжетно ее переосмыслить. Он быстро становится самым популярным и читаемым юмористом своего времени, заполнив развлекательные рубрики, ежедневных газет и еженедельников, юмористические журналы, семейные и военные календари. Творчество он начал с коротеньких рассказов чеховского типа, которые он называл юморесками. Уже в этих рассказах высмеивалось религиозное ханжество, семейный быт мелкого буржуа, коммерческий брак. Гашек и не скрывал, что пишет исключительно ради денег, стараясь лишь угодить вкусу широкой публики. Образ жизни Ярослава и черты его характера послужили основой для появившегося позднее мифа о бродяге и короле богема. Кофейные трактиры, ночные прогулки, стычки с полицией были неотъемлемой частью жизни Гашека. Все это нашло отражение и в его творчестве. Не все из псевдонимов, которые он использовал для печати, были раскрыты, а их было около сотни. Он легко подписывался фамилиями друзей, фамилиями, попавшимися ему на глаза в газетах или рекламе. Несколько лет Гашек перебивался нерегулярными публикациями, пока в 1909 году его приятель Владислав Гаек, к тому времени уже бывший редактором журнала «Мир животных», не оставил свой пост при условии, что его место займет именно Ярослав. Однако спокойный академический характер издания претил веселому и беспокойному характеру Гашека, и он решил порадовать читателей всяческими открытиями жизни животных. Из-под его пера родились загадочные табута-буран, живущий в Тихом океане, муха с шестнадцатью крыльями, восемью из которых она обмахивается как веером, и домашние серебристые серые ордолаки, и даже древний ящер-идиотозавр. В 1910 году он так убедительно подал новость о счастливом открытии доисторической проблохи, что статью перепечатали несколько изданий, в том числе заграничные, иногда сопровождая ее скептическими замечаниями. Вызванная в природовической печати оживленная полемика закончилась пострамлением открытия. Неудивительно, что Гашек вскоре покинул журнал. Данный эпизод позднее Гашек использовал в «Брауну солдате швейке», где он сохранил и фамилию прежнего редактора, и название журнала. Полностью число мистификаций Гашека в журнале не раскрыто, по крайней мере, до конца 1990-х годов. Следующее место работы Гашека также нашло свое отражение в его знаменитом романе. Ярослав открыл кинологический институт, а по сути, просто контору по продаже собак. Не имея денег на покупку породистых щенков, он просто ловил дворняк, перекрашивал их и подделывал родословную. Подобное мошенничество продолжалось недолго и окончилось судом. В 1909-1911 годах в газете «Карикатуры» он публикует цикл «Галерея карикатур». Его работа в газете «Ческое слово» также оказалась недолгой. Расставшись в 1912 году с женой и лишившись постоянных источников дохода, Гашек вовсю ударился в творчество. За небольшой период он написал массу юморецок, часть из которых была напечатана в газетах, еще часть издана отдельными книгами. Веселый и озорной характер Гашека по-прежнему не менялся. Сохранились сведения о его многочисленных розыгрышах и происшествиях, которые также найдут свое отражение в его романе. Вообще, имя Гашека часто фигурировало в полицейских протоколах. Они же показывали, как непринужденный Ярослав менял свое место жительства. В них зафиксировано 33 различных адреса. Однако адресов было много больше, и часто полиции не удавалось установить, где теперь проживает Ярослав. Сам же он еще и зарабатывал на этих произведениях, публикуя юмореские филейтоны о произошедшем. Всего в довоенные годы им были написаны сотни рассказов, очерков, филейтонов, юморесок. Самым крупным довоенным произведением писателя стала «Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона», созданная по воспоминаниям о предвыборной кампании в 1911 году. В книге автор с присущим ему юмором рассказывал о всевозможных приключениях членов партии. Также она содержала целый ряд шаржей на участников и современников движения. В 1915 году война вошла и в жизнь Ярослава Гашика. Его призвали в армию и зачислили в 91-й пехотный полк. Многое из похождений шлейка, описанных в романе, в действительности произошло с самим писателем. Даже мобилизация лишь ненадолго прерывает творчество Гашика. Получив должность помощника писаря, он находит достаточно времени, чтобы написать стихотворение. В резерве. Плач вольно определяющегося. Песня о подхожем месте. В армии будущий роман пополнился не только историями и курьезами, но и персонажами. В 91-м полку служили и поручик Лукаш, и капитан Сагнер, и писарь Ванник, и многие другие персонажи. Часть из них Гашик так и оставил под своими фамилиями, часть все-таки переименовал. Он получил должность помощника писаря, что позволило ему уклоняться от учения и продолжать творчество. Тогда же он довольно тесно сошелся с денщиком Лукаша Франтишиком Старшлипкой, ставшим одним из основных прототипов Йозова Шфейка. На фронте в Галиции Гашик выполнял обязанности квартириера, позже был связным взводом. Гашик участвовал в боях у горы Сакаль, а также был награжден серебряной медалью «За храбрость» и произведен в чин ефрейтера. В сентябре 1915 года Гашик вместе со Старшлипкой добровольно сдался в плен. В плену Гашик активно занимался агитацией в лагерях военнопленных, публиковал в газетах юмореские и филейтоны. Именно в это время появился филейтон «Рассказ о портрете Франца Иосифа I», который потом будет переложен в первой главе «Похождение Шфейка», а затем его филейтон «Клуб чешских пиквиков». Российский этап жизни Гашика нашел свое отражение в основном в многочисленных газетных статьях и филейтонах, которые он писал для выходивших в Россию чешских газет. Своеобразный пролог «Похождение бравого солдата Шфейка» – повесть под названием «Бравый солдат Шфейк в плену» была написана им в марте 1917 года. В ходе похода Красной Армии в Сибирь Гашик тоже не оставляет литературное творчество. Так, в Омске он всего за месяц написал пьесу «Хотим домой», адресованную в первую очередь военнопленным. А чтобы ее поставить, создал в городе новый театр. Всего же произведения, написанные Гашиком в России, составили целых два тома из 16 в собрании его сочинений. В декабре 1918 года его назначили заместителем коменданта Богульмы. А вскоре после смещения начальника он сам становится комендантом. Позднее его воспоминания об этом периоде легли в основу цикла из девяти рассказов 1921 года, опубликованных в газете «Трибуна». Но и на этом месте он долго не задерживается. Уже в январе 1919 года его переводят в Белебей, где он в марте заведовал редакцией армейской газеты и издавал большевистскую газету «Наш путь». В этой типографии Гашик знакомится со своей будущей женой Александрой Львовой. В Иркутске Гашик также активно участвовал в политической жизни. Его избрали депутатом городского совета, не забывал он о журналистику. Гашик издавал там газеты «Штурм» и «Рога. Наступление» на немецком и вангерских языках, а также бюллетень политработника на русском. Гашик же издавал и одну из первых в мире газет на Бурятском, называвшуюся «Рассвет». После возвращения в Прагу Ярослав Гашик выпускает еще три сборника рассказов. «Две дюжины рассказов», «Трое мужчин и акула», «И мирная конференция» и другие юморески. В это же время появляется главное произведение Гашика – его роман «Похождение бравого солдата Швейка». Роман печатался отдельными выпусками, которые сразу же стали популярными у читателей. Война и революция определили второй период его творчества. От мелких бытовых рассказов Гашик перешел к Эпопее. Его похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны в четырех томах отразили никчемность и бессмысленную жестокость австрийской государственной системы с трудом, связывающей бюрократизмом разваливающуюся лоскутную монархию. Война обнажила ее социальные и национальные противоречия, еще острее выявила воросто чиновников, взяточничество и саботаж. Главное лицо Эпопеи – бравый солдат Швейк, талантливый саботажник, ставший любимым героем Чехии. Призванные войска Швейк притворяется глупцом и выполняет отдаваемые ему приказания с такой точностью, что приводит их к абсурду. Военное начальство считает его неисправимым идиотом, но читатель очень скоро понимает, что идиотизмом проникнута вся военная система, основанная на чинах и званиях, что порождает некомпетентность начальства на всех уровнях. Утрируя послушание и подчиненность, Швейк тем самым становится негодным инструментом в руках своих начальников. Если бы армии всех воюющих сторон состоялись таких Швейков, война прекратилась бы сама собой. Эта забавная и умно проведенная тенденция эпопеи сделала ее значительным, а главное, исключительно популярным произведением, направленным против милитаризма. Книг вызвало большой общественный и государственный резонанс. Во время Второй мировой войны солдатам в Чехословакии даже было запрещено чтение книги. Имя Швейка очень быстро стало нарицательным. Так и Осев Сталин попрекал охранников, что ты передо мной бравым солдатам-швейкам вытягиваешься. В формальном отношении произведение Гашека, написанное сочным языком с примесью солдатского жаргона и пражского арга, построено на чередовании событий в солдатской жизни главного героя, изложение которых прерывается характерными отступлениями. Это воспоминания Швейка о случившемся с ним ранее или примеры из его житейского опыта. Тем более удивителен роман тем, что это, возможно, единственный известный в мировой литературе роман, который автор не читал ни по частям, ни в целом, ни в рукописи, ни в книжном издании. Роман писался сразу набело, и каждая написанная глава немедленно направлялась издателю. Роман о похождениях Швейка оставил неизгладимый след в мировой культуре. Друг Гашика Карл Ванек по просьбе издателя окончил четвертую часть романа. Позднее он же полностью написал пятую и шестую частью, которые, однако, не стали популярными. Но появлением в малоизвестном продолжении жизнь Швейка не ограничилась. В разные годы в разных странах вышло несколько кинофильмов по мотивам произведения. В 1955 году вышел «Кукольный бравый солдат Швейк». В 2007 году вышла компьютерная игра в жанре «Квест» по мотивам романа. В 2002 году, по итогам опроса проведенного газетой «Деловая Прага», Швейк оказался на третьем месте, уступив только чешскому пиву и хоккейной сборной. Бытует мнение, что люди, чье творчество связано с юмором, в повседневной жизни часто оказываются личностями мрачными или несклонными к шуткам. Ярослав Гашек или напрочь опровергает надуманную теорию или входит в число исключений. Его судьба – короткая, сложная, неустроенная, будто бы складывается из эксцентричных поступков, забавных розыгрышей, веселых историй и невероятных парадоксов. Биографы до сих пор не всегда способны понять, где имеют дело с подлинными фактами, а где с остроенными мистификациями. Гашек сам способствовал появлению новых домыслов и загадок, словно стремясь сделать из всей своей жизни литературное произведение – яркое, дерзкое и смешное.